Праздник в горах всегда риск. Погода здесь меняется быстро, а ветер или трескучий мороз может испортить все веселье. Зимовке 2019 повезло. Погода была теплой, организаторы предусмотрели отапливаемые шатры. Но люди с удовольствием проводили время под открытым небом. Каждый находил что-то и по деньгам, и по потребностям. Я сегодня такой заряд получила, заряд энергии. У нас закончилась дача, зимой что делать пенсионерам? И мы отдыхаем, радуемся жизни. Мы сюда приехали посмотреть на природу Алтая, во-первых, это самое главное. А уже это второстепенно на быт Алтая, алтайцев, которые сейчас еду свою дают, сувениры. Это тоже интересно. Ну и будем честны. Век интернета и инстаграма. Очень красивые фотографии здесь получаются. Фишкой праздника стала целая улица фудтраков. Местные производители и рестораторы кормили гостей. Алтайский сбитень. Бодрящий, целебный, горячий напиток, который даст силы, бодрости и поможет не заболеть этой зимой. Народный какой-то напиток? Народный. Здесь алтайские травы, наши мед, ягоды, специи. Все то, что нужно для укрепления иммунитета. Насыщенно. На глинтвейн похоже. Ну, это такой сибирский глинтвейн. Такая выставка еды – это федеральный проект «Гастрономическая карта России», который впервые прошел на Алтае. Как рассказали организаторы, цель – обозначить на карте страны все многообразие местных и национальных кухонь. Алтайский край стал 22-м регионом, куда добрался этот проект. Каждого столичного жителя, если вы остановите, какие ассоциации с Алтайским краем? Все назовут мед. Потому что регион очень много сделал для того, чтобы эта ассоциация стала устойчивой. А это еще и мясо марала, а это еще папоротник орляк, а это еще дикоросы, ягоды, облепиха. Рестораторы пообещали, что эта и другая экзотика скоро станет привычной всем едой, а заодно привлечет дополнительных туристов в регион. Правда, есть и те, кто считает, традиционных элементов веселья было недостаточно. В этом году, по данным организаторов, одну только Бирюзовую Катунь посетила около 5000 гостей. Цифры пока не поражают, но развитие зимнего туризма, уверяют они, дело не одного года. Нынче, в отличие от 2018-го, удалось убедить владельцев отелей организовать больше мест для проживания. И не напрасно. Вот здесь, на Бирюзовой Катунь остановиться на ночь было уже невозможно. Мы планировали остаться и для того, чтобы еще посмотреть, с чем можно было бы развлечь туристов. Какие-то, может быть, экскурсии, маршруты. Мест нет. Хотелось бы, чтобы также у 15 тысяч мест размещения Алтайского края всегда не было зимой мест. Всего в рамках зимовки прошла целая череда мероприятий в Алтайском районе, в Заринске, на Айровом и так далее. И, конечно, одной из центральных знаковых площадок стало озеро Светлое, где в этом году снова ожидается рекордное не меньше тысячи количество зимующих лебедей. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.